Первая премьера нового сезона в Театре юного зрителя. Там поставили сценическую версию маленького принца Сент-Экзюпери. Необычно самооформление спектакля. Есть видеоряд, где оживают нарисованные писателем персонажи. Наталья Егорова о том, что еще отличает восстановку от множества других. Вот тебе ящик, а там сидит такой парашек. Летчик, самолет, пустыня и маленький принц, прилетевший со своей планеты. Всеми любимые и узнаваемые персонажи Антуана де Сент-Экзюпери. Художник Гули Кабилова не стала менять рисунки автора. Просто внесла в костюмы свои дополнения. За создание сценографии к одному из любимейших произведений она взялась с особым вдохновением. На самом деле это же произведение, оно очень располагает к тому, чтобы продолжать, домысливать. Оно для меня вот как мечта. Это мечта, которая должна жить внутри человека, каждого. Рисунки Экзюпери и Гули Кабиловой на сцене буквально оживают. Это благодаря видеоряду его создавал Иван Михайлов. Гуля ночами лепила этих персонажей. Ручки, ножки. Мы их оживляли, переделывали, потом опять снимали. В общем-то был увлекательный, захватывающий процесс. Поставить сказку-притчу французского писателя в театре смогли благодаря проекту «Партия Единая Россия». В этом году детские кукольные театры в регионах получат на спектакле более 1 миллиарда рублей. Благодаря такой финансовой поддержке культурные учреждения имеют возможность не только расширять свою афишу, создавать новые костюмы, но и гастролировать. Кроме того, инициаторы проекта уверены, постановки помогут детям легче справляться со школьной программой. Театр юного зрителя имени Михаила Сеспеля получил 15 миллионов рублей из федерального бюджета. Это очень большие деньги. И на эти деньги здесь идет ремонт, замена оборудования, также привлечение специалистов из других регионов. Мы поставим три спектакля, покажем зрителям, но, естественно, мы еще получим оборудование, долгожданное оборудование, которое нам необходимо, свет и звук. Персонажи экзупери в спектакле еще и поют. Это мюзикл. Создатели постановки постарались сделать ее интересной для любого возраста. Посмотрев наш спектакль, уже никто не скажет, что это не сценичный. Потому что это 400 с лишним детей полтора часа сидят и слушают, смотрят, слушают этот спектакль без шума детского такого, который обычно стоит в зале. Это говорит о том, что это захватывает. В театре уверены, маленький принц покорит еще не одно сердце и заставит поверить в настоящую дружбу. Наталья Егорова, Виктор Степанов, Вести Чуваше. Кстати, в эту субботу в Чебоксарах откроют памятник маленькому принцу. Фигуру установят на Арбате. Изготовил ее один из предпринимателей города по рисункам своей дочери. Церемония открытия назначена на полдень.